В эфире программа Актуальное интервью В Ненецкий округ прибыл онкопатруль В его составе 15 ведущих врачей-онкологов С 14 по 17 декабря они проводят в регионе профилактические осмотры и мастер-классы Акция стартовала в 2019 году при поддержке Совета Федерации И со временем переросла в масштабную всероссийскую программу О задачах и особенностях работы онкопатруля в Ненецком округе Мы поговорим с исполнительным директором информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» Ольгой Стройновой Ведущим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра Радиологии России онкологом-патоморфологом Викторией Сурковой А также в нашей студии сенатора Российской Федерации Римма Галушина Здравствуйте Здравствуйте Ольга Алексеевна, первый вопрос к вам Расскажите, пожалуйста, с чего начинался «Онкопатруль» И что вообще из себя представляет этот проект «Онкопатруль» начался в 2019 году Накануне Всемирного дня борьбы против рака Который во всем мире отмечается 4 февраля А посылом к созданию этого проекта Послужило известное послание Федеральному собранию главы нашего государства Владимира Владимировича Путина Который впервые за всю историю российского государства Обратился с призывом к российскому обществу Борьбу против онкологических заболеваний Возвести в ранг национального проекта И таким образом была создана национальная программа Здравоохранения В котором есть подпункт Подпрограмма Борьба с онкологическими заболеваниями Так вот в этой программе Есть еще один очень важный пункт Это формирование онконастороженности Среди граждан Российской Федерации И среди врачей первичного звена И тогда наш генеральный директор Академик Российской Академии Наук Главный онколог Минздрава России Андрей Дмитриевич Каплин Собрал всех своих сподвижников Своих коллег Своих партнеров Своих учеников И сказал Давайте создадим такой формат Который бы позволил нам Просвещать граждан Российской Федерации И просвещать их И одновременно проверять их здоровье А поскольку самая главная проблема Вот спросите любого врача Он вам скажет В чем самая главная проблема в нашей стране И они вам скажут Наша самая главная проблема в том Что наши граждане Не привыкли нести ответственность За свое здоровье Это же их здоровье Поэтому мы понимаем Что мы не дождемся Когда придут к нам люди Проверять свое здоровье И мы решили сами пойти в народ И вот так родилась Эта акция Онкопатруль Целью которой Взаимодействие с гражданами России Просвещение И проверка их здоровья И тогда Нам на помощь пришел Совет Федерации И в партнерстве С Верхней Палатой Российского Парламента Мы в субъектах Российской Федерации На градообразующих предприятиях Очень важный нюанс На территории которых Есть собственная медсанчасть Или поликлиника Проводим без отрыва От производства Эти информационно-просветительские акции Онкопатруль Которые состоят Из двух форматов Как я уже сказала С одной стороны Мы диагностируем И проверяем В рамках Повозрастного Обследования Минздрава То есть диспансеризация Мы проверяем Здоровье граждан И одновременно с этим Мы ведем Большую просветительскую деятельность Вот таких акций Полномасштабных Мы провели уже 13 И Ненецкий автономный округ Это 14-й субъект Российской Федерации Куда совершенно не запланировано Но по просьбе Совета Федерации По просьбе сенатора Российской Федерации Риммы Федоровны Она обратилась к Андрею Дмитриевичу Каприну И попросила провести В этом северном регионе Онкопатруль Естественно Андрей Дмитриевич не отказал Он вообще никому никогда не отказывает И очень оперативно Мы собрали команду онкопатруля 13 ведущих специалистов По различным локализациям Приехали сюда В Ненецкий автономный округ В Нарьянмар И вот в эти самые минуты Когда мы с вами разговариваем Наши врачи ведут прием Но поскольку в Ненецком автономном округе Нет крупных предприятий То Минздрав провел колоссальную Ваш региональный департамент здравоохранения Провел колоссальную организаторскую работу По формированию граждан Которые захотели прийти и проверить свое здоровье Римма Федоровна Почему возникла вообще вот такая у вас идея Что в Нарьянмар Вот в Ненецкий округ должен приехать онкопатруль Здесь очевидно все Потому что на самом деле Онкологические заболевания Ну к сожалению идет рост заболеваемости И конечно же переоценить вообще Важность этого мероприятия Очень сложно Поскольку это спасенные жизни И чем раньше мы выявим Не мы вернее А вот чем раньше врачи выявят Заболевание Онкологическое заболевание То тем больше шансов у человека Вернуться к нормальной здоровой жизни И это на самом деле спасенные жизни Поэтому я конечно очень признательна И вам Ольга Алексеевна очень признательна Конечно же и в целом Вашей организации За вот такую оперативность Потому что на самом деле времени было мало И вот воспользовавшись этой возможностью Мы постарались организовать все так Чтобы на самом деле Это было очень удобно для граждан Мало времени это сколько В какие сроки было Это вот в декабре нам надо было уложиться Потому что у каждого же свои мероприятия Ведь врачи они же тоже Они же тоже ведут научную деятельность Они ведут практическую деятельность Поэтому конечно же Чтобы вот состыковать все вот эти вот моменты И уложиться в эти сроки Ну пришлось попотеть на самом деле Можно я внесу ясность Вот все специалисты Их 13 Которые приехали Среди них есть специалисты УЗИ-диагносты И есть цитолог И вот с нами здесь сидит Патоморфолог Очень ведущий наш научный сотрудник Специалист Виктория Суркова Все остальные врачи Гинекологи, урологи Маммологи Это все специалисты-хирурги Помимо того, что они еще и онкологи Это врачи, которые ежедневно стоят за операционным столом По нескольку операций в день Уж как минимум делают Поэтому мы сюда У нас команда онкопатруля Состоит из самых настоящих ученых, практиков Которые каждый день видят болезнь в лицо И они же ведут большую просветительскую работу Вот знаете, мы ввели обязательно В нашей практике Информационно-просветительские семинары Где мы читаем лекции На четыре темы Мы читаем лекции Совершенно очень интересные О вреде электронных сигарет Эту лекцию читает наш ведущий ученый Кандидат медицинских наук Виталий Бармен Таракальный анкор Хирург Который ежедневно оперирует рак легкого Это авторская лекция Второй такой лекции Нет не только в Российской Федерации И в мире нет А поскольку он еще и химик у нас То он разложил Вот По химическими формулами В чем вреда от электронных сигарет Вейпов И кальянов И когда мы здесь проводили эту лекцию Это вообще взахлеб все ее слушают И мы сами как специалисты Слушаем ее с огромным интересом То же самое мы рассказываем Про другие локализации И мы задаем очень часто вопросы Тем, кто на наших лекциях присутствует Ну например урологи Задают вопрос в зал Скажите пожалуйста мужчины Когда вы были последний раз у врача-уролога И молчание в зале А почему А что А никогда не были А почему не были А потому что не болит Вот нам нужно переломить Сознание наших людей Что к врачу надо ходить Не потому что болит А чтобы не заболеть Я правильно говорю? А врачи которые входят в состав Онкопатруля Это я просто прочитала Не вникала так вот прям Досконально Это волонтеры или нет? Нет что вы Это кадровые сотрудники МИЦ радиологии То есть это был создан проект И врачи кто пожелал И каким образом они вошли в проект? Да Тогда я вам скажу еще подробнее Что такое Собственно кто является Кто реализует этот проект Андрей Дмитриевич Каприн Как руководитель Федерального национального Национального медицинского Исследовательского центра радиологии Взял на себя Вот эту личную ответственность И этот проект стал Проектом нашего центра На МИЦ радиологии Именно врачи нашего центра Принимают участие в этом проекте При поддержке Совета Федерации У нас с Советом Федерации Есть соглашение О совместной реализации Этого проекта То есть вот 13 человек Отправлены сюда в командировку Эти 13 человек Это кадровые сотрудники Которых Очередь к которым стоит Из пациентов Как на операции Так и на диагностические процедуры Вот Но они Андрей Дмитриевич осознанно Пошел на это Потому что если не мы То кто? Вот мы действительно Первопроходцы И мы очень большие силы Вкладываем Именно в просвещение Мы очень тщательно Готовимся к этим лекциям Мы вообще за эти три года Накопили огромный опыт Огромный, колоссальный опыт По взаимодействию С людьми Да Оказывается не все Граждане знают Что сегодня есть два Бесплатных дня К отпуску Благодаря законодателям Федерального собрания Которые приняли Федеральный закон Позволяющий Бесплатно Прибавить два дня К отпуску Чтобы проверить свое здоровье Об этом граждане Практически не знают Вот где страдает Вот то самое Взаимодействие С нашими людьми Да Кто должен работать С гражданами Чтобы они об этом знали Может быть работодателям Может быть здравоохранение Но факт тот Что есть такое право У людей Они могут К отпуску два дня Прибавить И проверять свое здоровье Но не все об этом знают И вот есть Очень много нюансов Когда люди Просто не знают А что они должны И в каком возрасте Проверять В своем здоровье Да И вот мы рассказываем Что после 40 лет Женщины должны проверить Одно, второе, третье Они должны проверить Свою молочную железу Щитовидную железу Органы Желудочно-кишечного тракта Обязательно сдать анализы Кала на скрытую кровь Обязательно сдать Общий анализ Мочи и крови Мужчины должны После 40 лет Обязательно сдавать Тест ПСА Чтобы проверить Свою предстательную железу Ну и так далее Есть семь проверок Против рака Которые являются Нормами Министерства здравоохранения И вообще Мы наши лекции называем Как защитить себя от рака Вот я привожу Такой пример Дождь идет У нас же от дождя Есть защита В виде зонта А онкологические заболевания Вы можете эти вопросы Задать Виктории Сергеевны А вот почему они возникают Да Вот как вот живешь А вдруг у тебя онкологическое заболевание Вы ей задаете вопрос Но от них есть защита От них тоже есть свой зонтик Это своевременная встреча с врачом И своевременная проверка своего здоровья Всего-навсего Ну это хорошо Приехал онкопатруль Пришли люди У кого-то выявили рак Да Это наверное Виктория к вам вопрос Да И дальше Вот что делать Вот у человека выявился рак На какой-то стадии Он Онкопатруль дальше Патронирование на себя берет Или человек уже в свободном плавании Сам идет Что делать Смотрите Пациент приходит К врачу К примеру К мамологу Мамолог у нас Обнаруживает рак молочной железы И берет биопсию С этого все и начинается То есть хирург Вслепую Не может лечить Не зная что там А вдруг там доброкачественное заболевание Да И таких примеров очень много Когда мы снимаем диагнозы Когда Из-за слабости Патолого-анатомической службы Страдают люди И пациенты В целом Когда неправильно поставлен диагноз Может покалечить жизни Людям Значит хирург берет Мамолог Биопсию И уже здесь Весь удар на себя берет Служба патолого-анатомического бюро То есть врачи-патоморфологи Мы смотрим под микроскопом И говорим Что это Доброкачественное это Или злокачественное образование И дальше уже начинают Раскручивать пациента По всем стандартам То есть Если это злокачественное новообразование Молочной железы Мы определяем его Молекулярно-генетический Подтип Без этого сейчас Невозможно нормальное лечение Без генетических исследований Молекулярной генетики В целом Раскручиваем Получаем определенный диагноз И уже потом Хирург После нашего диагноза Говорит Что нужно делать этой пациентке Операцию Потом химиотерапию Или начинается химиотерапия Потом операция Это принципиально важно Для правильного лечения пациента И безрецидивной последующей жизни пациента Если неправильно поставлен диагноз Неправильно это все Установлено Мы теряем драгоценное время И теряем жизнь пациента В целом Если это доброкачественно Это уже совсем другая история Мы радуем пациента Убираем доброкачественное образование Пациент уходит от нас И просто приходит на проверку Потом Так и начинается И это при любой локализации Не только при раке молочной железы И при раке легкого Также При раке толстой кишки Это определенные этапы Которые проходит человек Без диагноза Хирург не может Насначить правильное лечение Ну вот сейчас Вот что удается Вот приходят пациенты Вы ставите диагноз Вы можете поставить диагноз Правильно? Да, для этого мы сюда приехали Мы берем здесь биопсию Наши хирурги берут биопсию Наш эндоскопист Который приехал с нами Делает колоноскопию Убирает полипы Сегодня, к примеру Мы обнаружили рак желудка Мы взяли биопсию Будем его подтверждать Также для этого приехала я Мы будем делать Гистологические препараты Смотреть их И выставлять диагнозы Дальше уже мы будем Направлять пациентов Я вот еще хотела бы добавить На самом деле Чем вот этот онкопатруль Уникален Дело в том, что Такого уровня специалисты Которые сюда приехали В высочайшего уровня Они же не только Принимают пациентов Они еще работают И с нашими врачами То есть они консультируют Наших врачей Вот в этом еще важность Этого проекта Да Обучение Да Вот мастер-классы Да У меня как раз вопрос Приготовлен по мастер-классам Что это за мастер-классы Для кого И какой результат От них есть Вы знаете Вот мы Три года Реализуем этот проект И мы После каждого Субъекта федерации Мы обязательно проводим Или работаем над ошибками Обязательно подводим итоги И каждый раз мы смотрим Что мы можем Чтобы не остановиться На одном месте Что мы можем привнести Еще дополнительного Чтобы Приносить больше пользу людям Чтобы не просто Вот так приехать Продиагностировать Ну условно 200 человек И уехать И у нас все Рождалось само собой Вот с этого года Мы ввели Обязательные лекции На заводах Где мы Проводим обследование Мы читаем лекции По пяти локализациям Как можно себя защитить Как профилактировать Онкологические заболевания И сейчас Приезжая в регионы Мы точно так же Вместе с руководителями Онкодиспансеров Намечаем план Мастер-классов Это обмен опытом Или повышение квалификации Непосредственно У операционного стола Непосредственно Возле ультразвукового аппарата С разрешения пациента Естественно И таким образом Вот уже в течение этого года Мы наработали наши Практики по обмену опытом И здесь В Нарьянмаре Какие мастер-классы Мы проводим Вот оказывается Что наши женщины Приезжая из регионов Лечиться к нам Федеральный центр Они приезжают С недостаточно качественным Биопсийным материалом Вот Виктория Сергеевна Подтвердит Начинаем смотреть Нам не хватает Нам не хватает А с чем это связано? Качество материала Это говорит о том Что неквалифицированно На местах Делают биопсию Тех новообразований Которые там выявляют Да И мы обучаем Именно врачей И лаборантов Как сделать качественный препарат Чтобы мы не пересматривали Потом и не переделывали И не тратили драгоценное время Пациенту На это тоже нужно обучать Мы прекрасно понимаем Что у нас большой поток Мы делаем это на потоке И естественно мы уже умеем Это делать хорошо В регионах Это слабое место И не хватает И специалистов Так же как и лабораторных техников Не хватает Не хватает оборудования Но даже в таких условиях Врачи стараются делать качественно По вашему региону Это могу точно сказать Качество стекол у вас Отличное И практически ничего не меняли Патологи работают замечательно Единственное Конечно Им сложновато Сложновато в плане того Что не у кого поучиться И когда ты находишься В определенных рамках Тебе сложно Но мы всегда готовы Прийти на помощь Для этого мы и приехали обучать Да Так вот Наши патологи Анатомы и цитологи Сегодня Тоже со своими коллегами Партнерами здесь проводят Консультативные мастер-классы Среди специалистов Это гинекологи наши Проводят Сегодня прошел мастер-класс Для гинекологов Ненецкого автономного округа По правильному забору Биопсийного материала С шейки матки Это очень важный анализ Именно он Жидкостная цитология Самая современная цитология У нас ее проводят В наших условиях Ее делают Конечно Конечно Дальше Когда мы приезжали сюда С рабочей группы По организации онкопатруля Коллеги из департамента здравоохранения И ваши ведущие специалисты В Ненецкой окружной больнице Попросили провести мастер-класс Для ультравзвукового исследования Органов желудочно-кишечного тракта То есть брюшной полости И сегодня наш специалист Соловьев Василий Александрович Кандидат медицинских наук Очень опытный специалист Он сегодня такой мастер-класс провел Мы уже ввели в нашу практику Начиная с этого года Что мы проводим Колоноскопию толстого кишечника И исследование желудка С нами приезжает руководитель Нашего эндоскопического отделения Института, онкологического института Имени Герцена Который является филиалом нашего центра Кандидат медицинских наук Александр Сергеевич Водолеев Сегодня вместе в тандеме с вашими эндоскопистами Провел порядка 20 исследований колоноскопии Толстой кишки И порядка 8 исследований желудка Причем, когда мы сюда собирались Александр Сергеевич мне сказал Ольга Алексеевна Очень хорошее оснащение эндоскопической службы В Ненецком автономном округе Вот он мне это подчеркнул И сегодня у них такой мастер-класс был Вот три мастер-класса мы провели Это ультразвуковое исследование брюшной полости Колоноскопии, гастроскопии И плюс патологоанатомы и цитологи Но если будет запрос Мы, конечно же, приедем еще раз А какие-то, возможно, какие-то, допустим Договорные отношения вот Ненецкого округа С вашим центром, чтобы обращались Ну, на самом деле Ненецкий автономный округ Не является нашей подшефной территорией Субъектом федерации Значит, на самом деле У Министерства здравоохранения Два главных онколога Поскольку наша страна очень большая У нас 85 субъектов Российской федерации И все субъекты Российской федерации В равном количестве жителей Поделены на два На две части И за одну часть субъектов Федерации отвечает Андрей Дмитриевич Каприн За другую Иван Сократович Стилидзе Центр Блохина Но поскольку Андрей Дмитриевич Является еще и президентом Ассоциации онкологов России Это профессиональное сообщество Общественная организация Все онкологи России Отдали ему свой голос И избрали его своим президентом То вот Римма Федоровна Как раз и обратилась к Андрею Дмитриевичу Как к президенту Ассоциации онкологов России Посетить Ненецкий автономный округ Поэтому Договорные отношения Это уже не наш уровень полномочий Это решение принимает Андрей Дмитриевич Министерство здравоохранения Может быть и Совет Федерации Но если вы нас позовете Мы конечно же приедем еще раз И я могу вам сказать Что все подозрения на онкологические заболевания Которые в течение онкопатруля Были выявлены Мы ждем этих пациентов Мы обязательно окажем им необходимую помощь И для лечения И до обследования Это даже не обсуждается И Римма Федоровна может это и проконтролировать Поэтому и ваш департамент здравоохранения Я уверена, что он не откажет В направлении в наш федеральный центр Поэтому если граждане Которые прошли у нас во время онкопатруля Обследование И у них было что-то выявлено Я точно знаю, что мы вчера выявили Два рака легкого И слава богу, что это произошло на первой стадии Я хочу сказать, что Еще раз хочу похвалить департамент здравоохранения Что они очень скрупулезно и профессионально Подошли к подготовке пациентов Для участия в онкопатруле Потому что есть необходимые предварительные процедуры Диагностические Без которых наша консультация Она будет бессмысленной Поэтому, когда я приезжала сюда Готовить это мероприятие Я сказала, что все пациенты Которые хотят пройти таракального онколога Обязательно должны сдать Компьютерную томографию Пройти компьютерную томографию Низкодозную легких И все пациенты С очень качественным исследованием Пришли на консультацию На прием к нашему таракальному онкологу Вот вчера было выявлено И уже подтверждено Два рака легких И, кстати сказать, у молодых людей Три рака молочной железы Мы не знаем сегодняшних данных Еще прием продолжается Но могу сказать, что Наш эндоскопист Провел несколько исследований Колоноскопии толстой кишки И у одного пациента было выявлено И удалено во время процедуры Четыре полипа Что такое полипы? Это предвестники рака Они обязательно Это уже статистический факт Перерождаются в злокачественную опухоль И очень быстро Чем опасен колоректальный рак? Он очень быстро метастазирует Очень быстро Вот считается, что человека просто спасли Вот дальше он должен обязательно Ежегодно проходить эту диагностическую процедуру А по результатам акции Вот прошла в Ненецком округе акция Вы собираете какие-то данные Вы как-то анализируете эти данные Что вообще происходит? Конечно, мы анализируем Смотрим, сколько выявлено пациентов С онкологическими заболеваниями Процент исследований в целом Сколько мы приняли, сколько выявили Чтобы вообще статистику какую-то выявить Также мы Из этой статистики можно понять Какие онкологические заболевания Характерны, к примеру, для вашего региона Чтобы людям говорить Что для севера характерно то-то Для юга характерно то-то Для южных народов То есть здесь тоже можно Какую-то цепочку выстроить И пациентов направлять на определенные исследования Чаще, чтобы они проверялись Вот за три года, получается, онкопатруль Вы сказали, 13 раз выезжал, да? 13 регионов 13 регионов Получается, с какой периодичностью Вы приезжаете в регионы? Знаете, один онкопатруль В субъекте федерации готовится один месяц Довольно серьезная подготовка В которой принимает участие Несколько ведомств Конечно же, основной акцент Берет на себя Департамент здравоохранения Те организации, куда мы приезжаем Вот, значит, за три года Сколько человек у нас прошло? За три года в онкопатруле Приняли участие 5689 человек Из них мы выявили И морфологически подтвердили 35 онкологических заболеваний Более 500 Заболеваний различной локализации Это, ну, все, что угодно Сопутствующие заболевания Доброкачественные выявленные заболевания Вот Вы задали вопрос Что по Ненецкому автономному округу Вы знаете, он по структуре своих заболеваний Практически ничем не отличается От структуры онкологических заболеваний В других регионах И в целом по Российской Федерации Значит, в целом по Российской Федерации И по выявляемости, и по смертности На первом месте стоит рак легкого Но это картина не только в Российской Федерации Это общемировая статистика Что рак легкого стоит на первом месте Почему? Ну, об этом, конечно же, прекрасно рассказал бы Виталий Валерьевич Бармен Потому что Бессимптомно проходит Течение заболевания на первых стадиях А когда уже он начинает себя проявлять Вот это уже четвертая стадия Поэтому мы говорим Вот знаете, я все время задаю вопрос У нас в стране на первом месте По смертности Это общепринятая, так сказать, статистика Заболевания сердечно-сосудистой системы Это инфаркты и инсульты А онкологические заболевания на втором месте Вот теперь давайте посмотрим Что такое сердечно-сосудистые заболевания Это практически неправильный образ жизни человека Сидячий образ жизни Питание несбалансированное Мало двигается Да, там много нервничает Конечно, много факторов существует И наследственные Там, может быть, условия проживания И так далее Но это все равно Это все равно Заболевания от образа жизни человека От онкологических заболеваний От того, что своевременно не пришел к врачу Смертность, я имею в виду Понимаете, вот если бы своевременно пришли Что самое страшное для онкологии? Это потерянное время Это потерянное время и упущенные возможности Поздняя стадия Поздняя стадия Когда уже врачам ничего не остается Как только вот продлевать жизнь Вот Поэтому мы говорим, друзья мои Лучше придите Лучше перебдеть Чем недобдеть в данной ситуации А все-таки вот У меня к Виктории, наверное, вопрос Какие звоночки Что вот прям срочно надо бежать к врачу Что нужно срочно сдавать анализы Что вот вдруг Все-таки онкология Вот понимаете, в этом-то и суть онкологии То есть когда уже идут звоночки Это уже поздняя стадия Никто вам никогда не скажет Что у вас онкология Когда не болит у человека То есть рак кишки Он не болит А когда уже начинает болеть Это уже четвертая стадия будет Рак желудка Он не болит А когда он начинает болеть Это четвертая стадия Единственное, что Ну, возможно, рак молочной железы Его еще и выявляют на второй стадии потому что все-таки близко, если узел близко к коже расположен, его может женщина сама пропальпировать. Но давайте спросим у любой женщины, как часто она сама себя пальпирует. Это абсолютно не так. У себя мы можем даже спросить. Это абсолютно не так. Так же, как и гинекология. Рак яичников не болит. Рак яичников – это одно из, если не самое злокачественное новообразование женской половой системы, да и вообще женского организма в целом. Там колоссальное развитие, моментальное развитие опухоли идет. То есть здесь именно человек должен сам осознанно понимать, что нужно проходить диспансеризацию. Осознанно с каждым годом, чем старше, тем это должно быть чаще. Определенных врачей проходить. Никто не застрахован, что в 30 лет может быть рак, в 20 лет, что не нужно проходить. Это уже отдельный разговор на другую тему. Почему это генетические, да, посредственные онкологические заболевания, когда здесь, к сожалению, ничего не зависит от человека в данном случае. Но когда уже есть определенный возраст, и нужно проходить определенных врачей, это нужно делать. Ну вот тех анализов достаточно, когда мы приходим, например, на медосмотр, грубо говоря, к врачу и просим, допустим, там, кровь на биохимию, там, еще что-то. Достаточно этих анализов, чтобы выявить какую-то проблему? Достаточно, более чем достаточно. Ну, опять же, нужно сделать кастроскопию хотя бы, да, раз в год для себя. Колоноскопию после 40 лет нужно делать. Женщинам к гинекологу ходить. То есть это все прекрасно знают. Это все этапы диспансеризации. Их нужно все пройти и никогда ничего не упускать. Флюорографию тоже, да, обязательно нужно сделать. А на флюорографии рак вот не видно? Нет, 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 это общепризнанный стандарт в мире. Только низкодозная компьютерная томография может выявить рак легкого. Но флюорография тоже не помешает для общего понимания, как чувствует себя человек, в каком состоянии его дыхательная система. Но, вот знаете, мы всегда, когда ведем просветительские семинары, когда общаемся с людьми, наши гинекологи, у нас очень молодые специалисты, они вообще очень интересно выстраивают лекции, они задают вопрос, женщина скажет, пожалуйста, как часто вы ходите к парикмахеру, как часто вы ходите к косметологу? И сегодня наши женщины ежемесячно делают ногти, и обязательно стригутся, делают ресницы, становятся, ну, вообще, очень красивыми. И это очень хорошо, что они за собой так следят. А вопрос, вы когда последний раз были у гинеколога? Ой, да, наверное, уже года два не ходила. Понимаете, то есть мы к парикмахеру, чтобы быть красивыми, ходим каждый месяц, а к гинекологу нет. А красота женщин на самом деле в здоровье ее репродуктивной системы. Мы должны понимать, что у нас центр здоровья находится совсем в другой точке. И вот эту точку мы должны холить и лелеять. Мы должны ее любить. Мы должны полюбить себя, точно так же и мужчины. Понимаете, мы должны все перевернуть наше сознание и поставить приоритеты, что для нас главное в жизни. Но все-таки здоровье должно быть на самом первом месте. А возможно, в конце программы хочу спросить, возможно такое, что он к патрулю в Ненецкий округ еще раз приедет? Или это маловероятно? Мы будем смотреть по необходимости, конечно. Понятно, что это, естественно, это будет не сразу, допустим, через месяц, через два. Но я думаю, что если будет в этом необходимость, мы организуемся. Спасибо большое. Программа «Наша к концу» подошла. Большое спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, речь шла об акции «Онкопатруль», которая проходит на территории Ненецкого округа. В составе патруля 15 ведущих врачей-онкологов. О задачах и особенностях работы «Онкопатруля» в Ненецком округе мы поговорили с исполнительным директором информационно-просветительского проекта «Онкопатруль» Ольгой Стройновой, ведущим научным сотрудником Национального медицинского исследовательского центра радиологии России, онкологом-патоморфологом Викторией Сурковой. Также в нашей студии был сенатор Российской Федерации Римма Галушина. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин